Николай Кум. Легенды и мифы Древней Греции. Боги. Происхождение мира и богов. Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный хаос. В нем заключался источник жизни. Все возникло из безграничного хаоса, весь мир и бессмертные боги. Из хаоса произошла и богиня-земля, Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет и растет на ней. Далеко же под землей, так далеко, как далеко от нас необъятное светлое небо, В неизмеримой глубине родился мрачный Тартар, ужасная бездна, полная вечной тьмы. Из хаоса родилась и могучая сила, все оживляющая любовь, Эрос. Безграничный хаос породил вечный мрак, Эреп, и темную ночь, Нюкту. От ночи и мрака произошли вечный свет, Эфир, и радостный светлый день, Гемера. Свет разлился по миру, И стали сменять друг друга ночь и день. Могучая благодатная земля породила беспредельное голубое небо, Урана, и раскинулось небо над землей. Гордо поднялись к нему высокие горы, рожденные землей, и широко разлилось вечно шумящее море. Уран, небо, воцарился в мире. Он взял себе в жены благодатную землю. Шесть сыновей и шесть дочерей, могучих грозных титанов, было у Урана и Геи. Их сын, Титан-Океан, обтекающий всю землю, и богини Фетида, породили на свет все реки, которые катят свои волны к морю, и морских богинь Океанит. Титан же Гиперион и Тея дали миру детей, солнца, Гелиоса, луну, Селену и румяную зарю, разоперстую Эос, Аврору. От Астрея и Эос произошли звезды, которые горят на темном ночном небе, и ветры, бурный северный ветер Борей, восточный Эвр, влажный южный Нот и западный ласковый ветер Зефир, несущий обильные дождем тучи. Кроме титанов, породила могучая земля трех великанов, циклопов с одним глазом во лбу, и трех громадных, как горы, пятидесяти головых великанов, сторуких, гекотанхейров, названных так, потому что сто рук было у каждого из них. Против их ужасной силы ничего не может устоять, она не знает предела. Возненавидел Уран своих детей великанов, в недра богини земли заключил он их в глубоком мраке и не позволил им выходить на свет. Страдала мать их земля, ее давило страшное бремя, заключенное в ее недрах. Вызвала она детей своих титанов и убеждала их восстать против отца Урана, но они боялись поднять руку на отца. Только младший из них, коварный Крон, хитростью низверг своего отца и отнял у него власть. Крон, Кронос, по сходству имени рассматривался как бог времени. Хронос по-гречески «время». Первоначально был богом земледелия, жатвы. В Италии отождествлялся с Сатурном. Богиня-ночь родила в наказание Крону целый сон ужасных божеств. Таната — смерть, эриду — раздор, апату — обман, кера — уничтожение, гипноза — сон, сроем мрачных тяжелых видений, не знающую пощады немесиду — отмщение за преступления, и множество других. Божества злословия, печали, старости и любовного ослепления. Гипноз, в отличие от его брата-близнеца Таната, приносящего смертным жестокое вечное усыпление, приносил также людям и богам спокойный сон и отдых от дневных трудов и забот. Богиня-ночь, Нюкта, обычно изображалась двумя мальчиками на руках, белым и черным, гипнозом и Танатом. От имени «гипноз» происходит слово «гипноз». Ужас, раздоры, обман, борьбу и несчастье внесли эти боги в мир, где воцарился на троне своего отца Крон.